Закрытые двери и таблички с надписью «Аренда» на месте когда-то популярных заведений. Весна 2020-го ощутимо ударила по бизнесу. И пока одним предпринимателям пришлось приостановить производство, другие спасаются как могут. Рестораны общественного питания вручает доставка. Дистанционно из колл-центра заказ приходит шеф-повару на кухню и сотрудникам на кассу. Готовый продукт упаковывают и передают курьеру. Доставляют еду в вот таких термосумках, чтобы довезти клиенту еще горячей. В таком режиме общепиты работают второй месяц подряд. Во время вынужденных каникул появилась возможность изучить потребности клиентов и обновить меню. Мы проговорили все со всеми поставщиками, чтобы у нас был определенный запас. Мы сразу просчитали, что у нас где будет какой-то спад. Спад в любом случае был. Но мы постарались минимизировать абсолютно все затраты и сделать так, чтобы гость не заметил того, что у нас есть какие-то проблемы. Бизнесмен Анатолий Тарасенко уже сейчас понимает, после кризиса не все его офисы вернутся к работе. Только за один месяц турфирма понесла миллионные потери. Но надежды заработать не теряет, делает ставки на летний сезон. Готовим даже некие туры эконом-сегмента, потому что понимаем, что, возможно, покупательная способность у людей где-то снизится. То есть мы реалисты, и поэтому сейчас готовим почву и надеемся, что очень скоро все закончится. Николай Казаченко перепрофилировал свое производство за считанные дни. Вместо одежды в цеху шьют медицинские маски. Временная альтернатива помогла защитить бизнес от кризиса. Как минимум, рабочие места сохранили, зарплаты сохранили и коллектив не распустили. Есть, конечно, интернет-продажи, то есть это неоднозначно есть, но они упали. Например, если было 100%, то сейчас на сегодня 15-20 максимум. Если не заработать, то хотя бы удержаться на плаву. Следует этому принципу и Вячеслав Ситников. Он занимается ремонтно-строительным бизнесом. Как только объявили режим повышенной готовности, сотрудников перевел на удаленную работу. Если раньше мы занимались ремонтами квартиры в большем объеме, то сейчас это резко сократилось. То есть раньше мы могли одновременно ввести 5-6-7 объектов, то сейчас это 1-2. Вырученных средств хватает только на аренду помещения и зарплаты сотрудникам. Чтобы помочь предпринимателям, крымское правительство разработало новые меры поддержки. Было выделено более 200 миллионов рублей на то, чтобы выдавать как раз кредиты нашим предпринимателям. Под льготный процент было принято решение по муниципальному и государственному имуществу освободить наших крымских предпринимателей от выплаты данной арендной платы в апреле. И я думаю, что эта мера сохранится еще и на май. До 1 мая с вынужденных каникул вернулись салоны красоты, сервисные центры, ателье, химчистки, магазины, автозапчастей и стройматериалов. Татьяна Балыкина, Евгений Гарбузов. Утро нового дня.